Здравствуйте, дорогие друзья! Очень актуальная тема. Решил с вами поделиться своим опытом, в первую очередь, о том, как выживать в 2022 году. И, наверное, это будет не конкретный совет, а такая ремарка, которую я заметил, да, такое, соответственно, важное, важное замечание по поводу вашей жизнедеятельности, по поводу всей жизнедеятельности людей, моих пациентов, знакомых, и реакции на все события. События, безусловно, негативные. Безусловно, негативные. Никаких для обычного обывателя, если он не является политиком, не знаю, не продает нефть, может быть, там что-то еще не делает. Для большинства это плохо, да, и все, что происходит в целом, да, не будем даваться подробностей, это, конечно, на мой взгляд, вообще плохо. Но из-за концентрации на подробностях, там, на всех этих происшествиях, из-за обсуждений очень частых на ютубе, в средствах массовой информации, все решают, кто виноват в этой ситуации, все решают, кто, соответственно, провинился, кто плохой, а кто хороший. И этим занята голова многих, да. И получается, мы в своей жизни занимаем роль болельщика, потому что сами, да, как пример с футболистами можно провести, люди не принимают участие в самой игре, но эмоционально очень сильно ей отдаются. Почему эта ситуация, так называемая, болельщика, она очень-очень плоха? По той причине, что когда вы сильно погружаетесь в ситуацию, когда вы хотите, да, эмоционально отдать силы этой ситуации, нужно сначала подумать. Когда я в эмоциональную эту ситуацию вложусь и проанализирую, даже если я найду с точки зрения, что очень тяжело, но представим, даже если вы реально поймете, кто виноват в этом во всем, кто плохие, а кто хорошие, что конкретно вы сможете в этой ситуации сделать? Какую бы сторону вы не заняли, кого бы вы в этой ситуации не винили, конкретно вы, человек, у которого есть семья, который просто ходит туда-обратно на работу, да, делает какие-то свои, ну, в рамках политики микро-вещи, да, мы все делаем, вот. И, соответственно, как бы на эту ситуацию, на политическую вы никак не повлияете. Гораздо важнее в этой сложившейся тяжелой нашей жизненной ситуации действительно начать что-то предпринимать вам. Это, конечно же, новые поиски, новые бизнес-источники. Есть, ну, множество примеров. Освободился рынок, да, огромный. Раньше, видите, у нас сейчас ушло, ушло много предприятий разных и так далее из страны. Поэтому нужно осваивать этот новый рынок, нужно осваивать новые возможности, а не концентрироваться на вот этих вот проблемах, кто прав, кто виноват, каких-то вот этих вот кухонных рассуждений. Задайте себе вопрос, если вы хотите выжить в это новое время, и следующий год, я думаю, принесет нам не меньше сюрпризов, теперь длится это будет очень дольше. Всегда стоит вопрос, как мы на сегодняшний день сможем приспособиться к сложившейся ситуации. А она в корне поменялась, она теперь в корне другая, понимаете. И очень важно, чтобы вы не сидели на месте, а всегда искали новые источники дохода, получали новые образования. Ну, не обязательно в широком смысле в институт поступать. Это могут быть какие-то короткие курсы, которые сделают вас умнее, да, которые прокачают вас как-то духовно, эмоционально, физически, неважно. Но вы должны куда-то двигаться. Если вы никуда не двигаетесь, если на самом деле вы поменяли свою жизнь или поменяли свою жизнь недостаточно даже, да, ввиду сложившихся ситуаций, конечно, естественно, выжить в этом сложном мире, в этом новом мире, в этой новой российской реальности будет безумно сложно. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы вы освоили новый мир, новые возможности, чтобы вы освоили новые правила. Я желаю вам следить за собственным здоровьем, чтобы вы были здоровы, и задумываться, еще раз повторюсь, о том, что на сегодняшний день можете сделать вы, как вы можете повлиять на сложившуюся ситуацию. И, может быть, если у вас все сложилось, тогда кому вы можете помочь? Может быть, своему близкому родственнику, может быть, даже своим детям, да, не нужно сразу далеко идти и каким-то рассуждать на тему помощи страждущим, но если есть такая возможность, это тоже замечательно, помогать, я не знаю, там, обездоленным, каким-нибудь детям беспризорным, но начните хотя бы со своих самых близких, потому что впереди лучше не станет, а станет только если мы это лучшее будущее сами в первую очередь построим. Благо, все-таки мы живем в современном обществе, и основные инструменты по достижению блага, состояния и здоровья у нас никто не забрал, да и я думаю, не заберет, все-таки это не революция каких-нибудь там, да, печенегов, не знаю, набег. Вот, поэтому, дорогие друзья, это повод подписаться на мой канал, чтобы узнать еще больше каких-то фишечек психологических, эндокринологических и прочих о вашем здоровье, и давайте уже будем помогать друг другу, ставить, например, мне лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Да пребудет с вами здоровье!